Good Dog! В 2018 году истекал срок племенного использования основных племенных маток питомника Матурсич. Это Джоанна фон дер Пистетропе и Хилла фон Хольдкампертор. И в начале года нашему питомнику была поставлена руководством задача обновить племенное поголовье. Нам необходимо было попасть в Германию и отобрать нужные для нас крови, нужные для нас особей. Обычно мы всегда это делаем в конце года, когда проходит чемпионат мира. На данной выставке съезжаются все ведущие заводчики из племенных питомников Германии и со всего мира и показывают лучших своих особей. Там с ними всеми в одном месте можно встретиться, переговорить, подобрать племенной материал для питомника. В этот раз мы пошли другим путем. Мы поехали туда в начале года и поэтому отбор проводился заочно. По предположениям, кто может в этом году, собаки каких линий, каких кровей могут выиграть. И в общем-то все наши предположения почти на 100% оправдались. Нами в питомник была приобретена одна взрослая особь Нелли фон Хольдкамперхофф и на перспективу два щенка Дик фон Хольдкамперхофф и Арая фон Дерпистетропе. Сергей Иванович, Вы как эксперт ФЦИ с многолетним опытом работы, с богатым опытом работы, по каким критериям конкретно выбирали этих животных? Что важно было для питомника? Я слежу за тенденциями в развитии породы немецкая овчарка. Если мы возьмем и сравним победителей 90-го, 2000-го года, 2010-го и 2018-го года, то мы увидим, что эти собаки отличаются. Есть мода и есть основные критерии, которые заложены в стандарте, которые должны быть сохранены в породе. Конечно, в первую очередь это ее рабочие качества и анатомия, внешнее строение. Собаки стали более эффектные, более ярко прокрашенные и благородные. Питомник немецких овчарок Матурсечи известен своим качественным поголовьем, качественными воспитанниками. А качество, конечно же, определяется выставками. И вопрос, какой был 2018 год для воспитанников питомника? Наш питомник очень много участвовал на различных международных выставках, не только в регионе родном для нас, так же и в других регионах Украины. Так же питомник участвовал на международных выставках в других странах. Это Белоруссия, где мы достигли довольно хороших успехов. Многие наши собаки заняли первые места, и что показало, что мы правильно ведем наше племенное разведение. И так же хочу рассказать о очень хороших успехах, которые мы получили в Кишиневе, это Молдова. Мы смогли показать высший уровень, и по результатам этой выставки одна собака, это Дик, получил титул юный чемпион Молдовы. А Нелли по результатам выставки стала чемпионом Молдовы. Также мы участвовали на главной племенной выставке в город Днепр, где Дик показал очень большую перспективу, где также обратил внимание судья международного уровня, сказал, что это очень перспективная собака, и его выставочная карьера будет для него очень успешной, не только на территории Украины, но и также в других странах. Впервые в 2018 году за историю питомника мы приняли участие в Германии в ряде международных всепородных выставок собак. Принимала участие в этой выставке Нелли Фонхольд Камперхоф. Дело в том, что она была туда отвезена заранее, и команда из немецких специалистов в течение полутора месяцев готовилась к участию к этим выставкам. И результат дал себя знать. Эта собака из четырех выставок в четырех выиграла. Была лучшим представителем породы на трех выставках, и на одной из них получила титул «Лучшая противоположного пола». Кубки и розетки о том, что эта собака победила, мы принесли с собой в студию показать, поделиться с телезрителями. Второе направление — это охранная деятельность собак. Расскажите поподробнее об этом, пожалуйста. Я хочу напомнить, что все-таки немецкая овчарка — это служебная порода. Для охраны объектов предприятия «Матурсич» задействованы наши воспитанники. Они используются как патрульные собаки. То есть это вместе с проводником они осуществляют обход территории предприятия. Также караульные собаки — это использование собак на блокпостах. То есть собака должна вовремя выявить попытки проникновения на территорию. И своим лаем она должна обозначить попытку эту, после чего вместе с караульным она должна предотвратить попытку проникновения на охраняемую территорию. Немецкие овчарки — они и очень красивые, и хорошие охранники. Это известный факт. Ну и какие же планы на 2019 год? Питомник «Матурсич» в 2019 году тоже ставит высокие планы, поскольку планка уже высокая задана. Как я уже говорил ранее, мы брали на перспективу двух щенков. И щенок — это лотерейный билетик, который может выиграть, а может и оказаться пустым. Так вот к нам попал выигрышный лотерейный билет. Мы приобрели щенка по кличке Дик фон Хольдкамперхоф. И этой собакой уже на сегодняшний день интересуются из зарубежных питомников и даже поступают предложения выкупить у нас его. У него очень интересное происхождение, у него очень с хорошими результатами на выставках родители. И эта сама собака в Днепропетровске на главной племенной выставке под судейством немецкого эксперта выиграла свой класс, стал лучшим подростком. И немецкий эксперт дал ему очень хорошее описание. Так вот с этой собакой мы надеемся в 2019 году покорить не одну выставку и замахнуться на чемпионат мира. Мы желаем, чтобы это реализовалось. Мы будем смотреть за этим, наблюдать и будем поддерживать информационное. И напомню, что сегодня у нас в студии был Сергей Малей, ведущий кинолог питомника служебного собаководца Моторсич, эксперт ФЦИ и Сергей Ахтыриц, инструктор питомника.